Я читаю книгу Судей, главу шестую. Сыны Израилевы стали опять делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на семь лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелье в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амалекитяне и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вала, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и их верблюдам не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы к Господу. И когда возопили сыны Израилевы к Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им, «Так говорит Господь Бог Израилев, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их, и сказал вам я, Господь Бог ваш, не чтите богов амарейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали голоса Моего». И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, «Господь с тобою, муж сильный». Гедеон сказал ему, «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян?» Господь, воззрев на него, сказал, «Иди с этой силой Твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю Тебя». Гедеон сказал ему, «Господи, как я спасу Израиля? Вот и племя мое в колене Монассийном самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему, «Господь, я буду с Тобою, и Ты поразишь мадианитян как одного человека». Гедеон сказал ему, «Если я обрел благодать пред отчами Твоими, то сделай мне знамение, что Ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, да коли я не приду к Тебе и не принесу дара моего, и не предложу Тебе». Он сказал, «Я останусь до возвращения Твоего». Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков, изъев муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок, и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий, «Возьми мясо и опресноки, и положи на этот камень, и выли похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень, простерши конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон, «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему, «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом, Господь Мир. Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. «В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца, семилетнего, и разрушь жертвенник вала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем. И поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы этой в порядке, и возьми второго тельца и принеси вовсе сожжение на дровах дерево, которое срубишь». Гедеон взял десять человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу, кто это сделал? Искали, расспрашивали и сказали, Гедеон, сын Иоасов, сделал это. И сказали жители города Иоасу, выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем. Иоас сказал всем приступившим к нему, вам ли вступаться за Ваала, вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник. И стали звать его с того дня Иерваалом, потому что сказал, пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его. Между тем все мадионитяне и амаликитяне и жители Востока собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Изриельской. И Дух Господень объял Гедеона, он вострубил трубою, и созвано было племя Авейзерова идти за ним. И послал послов по всему колену Монассийну, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов Кассиру, Завойлону и Нефалиму, и эти пришли навстречу им. И сказал Гедеон Богу, если ты спасешь Израиля рукой моею, как говорил ты, то вот я растелю здесь на гумне стриженую шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукой моей Израиля, как ты говорил. Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть, и выжил из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу, не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok